Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения на прежнем месте в эфире радио Атенат. В понедельник, в среду и в пятницу, в 16.16. На днях стихия не на шутку разбушевалась в Абхазии и за ней последовал, можно сказать, потоп. На эту тему репортажи из Абхазии подготовлены нашими коллегами. В последние дни лета в Сухуми прошли сильные ливни, сопровождаемые шквалистым ветром. Стихия повалила около 40 деревьев, которые, в свою очередь, серьезно повредили линии электропередач и троллейбусные подвески. Некоторые жители города пытались своими силами ликвидировать последствия стихии. Мы и тротуары выбирали свои участки от упавших веток и деревьев. Вот такой грязный внутри дома. Все, что было, вынесли, выбросили. Выбросывать надо. Все затопило. Дом был, первый этаж. От окна, мол, видно, еще не высохло. Где-то метр поднялась. И со всех мест, где почистили. Пока берега не подняты, речку почистили, ну, портюры надо сделать, чтобы не переходило. Они почистили, да, нормально все. Он поднимается и полным ходом к нам идет. А как его, надо какие-то откреплять берега, наверное. Ливневая колонизация, пришедшая в совершеннейший упадок за последние 25 лет, не справляется с даже коротковременным, пусть и обильным ливнем. Стоки и коллекторы даже на основных городских улицах забиты. Их периодически прощищают, но особого эффекта не видно. Огромные непроходимые лужи образуются в считанные минуты. Совершенно очевидно, что городская канализация требует капитального ремонта, который будет очень дорогостоящим. Пока что в городской администрации даже не поднимают этот вопрос. Не исключено, что как раз из-за патологического отсутствия бюджета. Ведь какой смысл затрагивать проблему, для которой все равно нет ни денег, ни специалистов. Нынешняя стихия подтопила не только частные домовладения и первые этажи квартирных домов. Стихия ударила даже по некоторым владельцам квартир повыше. Некоторые дома сухома до сих пор остануждаются в ремонте кровли. Это у нас вчерашнее дело. Если без этого корыта, я вчера целый день вот здесь воду. Так же фонтаном длилась вот отсюда. Сейчас мы с 7 часов мы здесь повесили как корыто. Это что такое? Ну хорошо. Мне не жалко, что что-то здесь испортится. Я переживала за то, что нижних этажей мы людей все слипали. Вчера целый день я здесь воду выкачивала. И мне соседи помогали. Сейчас у нас в коридоре такая ситуация. Наводнение, зато приноходимся. Люди с вещами на улице сидят. Что-то надо срочно что-то сделать, зато ничего не получится здесь больше. Второй день находимся без света, без воды. Ни крыши, ничего, ни сесть, ни прилечь, ни постоять. На улице легче находиться. Меньше воды попадает на голову, на тело. Презент накрыли какой-то, но от этого толку мало. У нас на крыше бассейн. Можем рыбу разводить. Пострадала во время стихии также и Национальная библиотека имени Ивана Папаскир, недавно отремонтированная по линии инвестиционной программой, финансируемой Российской Федерацией. Ремонт библиотеки продолжался с 2012 по 2015 год. Торжественное открытие состоялось всего лишь в начале июня нынешнего года. Однако уже сегодня крыша библиотеки требует ремонта. Ведь она уже в восьмой раз не справляется с обильными осадками, говорит директор библиотеки Борис Чалария. На данный момент какое количество литературы намокло, не можем сказать. Мы скажем то, что произошло неделю тому назад. 800 наименований книг около 2000 были абсолютно намочены. Мы в принципе уже приступили их прессовать после сушки. Их можно еще спасти. Но на этот раз еще что, какое количество, это определим уже после мониторинга на стеллажах. По заданию Министерства культуры и Кабинета министров мы написали письмо на ремонт крыши. Мы не можем предугадать очередная стихия, когда будет большой дождь. Поэтому я очень прошу руководства, чтобы ускорили начало ремонта крыши. Еще каких-то 200 лет назад в прибрежной зоне современного сухого никто не жил. Это были гнилые малярийные места. Глядя, как молниеносно сбегающие с гор дождевые потоки захватывают город, ощущаешь всю мощь природы и понимаешь, что для нее превращение этой местности в болото довольно плевое дело. Справится ли с ней сегодняшний сухум? Позволю себе горькую ремарку. Если не бросить все силы на ремонт канализации, то определенно нет. Дмитрий Белый, Радио Сома. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. Продолжаем нашу передачу. В первом блоке вы слушали репортажи за Абхазией, о том, какой урон нанесла стихия. И мы теперь будем говорить о другой проблеме, тоже о сюрпризе природы, но в этот раз об азиатском щитнике, о вредителе ореха, который вновь распространился в Зугдиде и в селах Зугдидского муниципалитета. По словам местных жителей, в их ореховых плантациях уже можно наблюдать несколько поколений вредителей. Население считает, что причиной повторного размножения щитника это запоздалые мероприятия по борьбе с вредителем ореха и те были проведены некачественно, считают жители сел Зугдидского муниципалитета. Щитник снова появился. Протравка была произведена очень поздно. Она не дала абсолютно никакого результата. Сам этот процесс был некачественным. Разве можно с аппаратом для протравки обойти всю огромную плантацию и произвести протравку? Говорит жительница села Задайцерим Зия Абхазава. По словам местных жителей, они ожидали, что мероприятия по борьбе с вредителем орешников будут произведены на несколько месяцев раньше, хотя они начались только в июле. Для того, чтобы они не оказались перед аналогичными проблемами в будущем, фермеры требуют повторной протравки против вредителей. В этом смысле особенно сложная ситуация в селе Кахати. Местные фермеры утверждают, что только 3% урожая ореха уцелело, хотя они опасаются, что и оставшееся количество тоже будет уничтожено. Я ухаживаю за своим участком и ежегодно получаю до 2 тонн урожая. В этом году ничего не ожидаю. И та малая часть, что возможно останется на кустах, вероятно будет некачественной. Считает местный фермер Русген Гоги. Со своей стороны, с мнением населения о том, что мероприятия по борьбе с вредителем ореха были произведены с опозданием, не согласна представитель агентства по безвредности продовольствия. Представитель управления ведомства в Самигре Лоземос-Ванете Марика Гуло заявляет, что производится мониторинг проведенных мероприятий, после чего будут решать, проведут ли повторную протравку. Мы сейчас можем услышать ее комментарии. Мы производим мониторинг того, какие работы были произведены и насколько эффективен оказался результат. После этого мы решим, какие действия произведем в дальнейшем. Мы действуем согласно рекомендациям эндемологов с мировым именем. Для борьбы против азиатского щитника правительство Грузии выделило 13 миллионов лари. В осуществлении проекта грузинским специалистам помогали ведущие американские эндемологи. Процесс в масштабах Зубдитского муниципалитета начался 17 июня и завершился в начале июля. Передача наша подошла к концу. Тема сегодняшней передачи – сюрпризы природы. В первом блоке вы слушали репортажи из Абхазии о том, какой урон нанесла стихия де-факто республики. И во втором блоке мы говорили о том, какой урон в очередной раз нанес вредитель азиатский щитник орешникам Саме Грелло. Я напомню вам, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatinati.g и посмотреть одноименную страницу в Facebook. Это была передача «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта «Радио Атинати». Вела передачу Майя Пипя. Всего доброго. Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения на прежнем месте в эфире «Радио Атинат». В понедельник, среду и пятницу в 16.16.